Добрый день! На сегодняшней лекции мы с вами будем говорить об электростатическом поле в веществе. Во-первых, мы с вами поговорим о том, что такое электрический диполь, как ведет себя диэлектрик в электростатическом поле. Что такое диэлектрик? Это вещество, которое не проводит электрический ток. Почему не проводит? Потому что отсутствуют свободные заряды, которые участвовали в проводимости. Стало быть, в диэлектрике у нас имеются связанные заряды. Вот, собственно говоря, этот вопрос с вами и рассмотрим. Что такое диэлектрическая понесаемость среды, теорема остроградского гаусса для электростатического поля в диэлектрике, ну и специфический вид диэлектрика в сигнете электрики и как ведут себя проводники в электростатическом поле. Итак, приступаем. Для начала мы вводим понятие электрического диполя. Электрическим диполем называются системы из двух одинаковых по модулю разноименных точечных зарядов, расстояние L между которыми значительно меньше, чем дорассматриваемых точек поля. Вот таким образом выглядит диполь, такова его схема. Как вы видите, здесь у нас положительный заряд, отрицательный заряд и между ними какое-то некоторое расстояние L довольно маленькое. Плечом диполя называется вектор, направленный по оси диполя от отрицательного заряда к положительному. Обращаем ваше внимание на это. В принципе, до этого мы с вами говорили, что силовые линии всегда направлены от плюса к минусу. Здесь, наоборот, от минуса к плюсу направлен вектор плеча диполя. Следующее понятие, которое мы с вами берем, это дипольный момент. Дипольный моментом называют вектор, совпадающий по направлению с плечом диполя и равный произведению заряда на плечо. Это векторная величина, определяемая зарядом на плечо диполя. Соответственно, дипольный момент и плечо диполя совпадают по своему направлению. Далее. Что происходит, если мы помещаем такое диполь в электростатическое поле? Мы с вами здесь видим, что в этом случае со стороны электростатического поля, которое в нашем случае направлено слева направо, на каждый из зарядов будет действовать кулоновская сила, в результате которого положительные заряды будут двигаться, смещаться по полю, отрицательные против поля. В результате мы можем сказать, что на такой диполь действует пара сил, в результате которого диполь будет приобретать вращающий момент, который будет определяться как векторное произведение дипольного момента на напряженность электрического поля. Что будет в результате этого? Такое движение будет происходить ровно до тех пор, пока угол между плечом диполя и направлением электрического поля не будет равен нулю. Такой процесс будет называться поляризация диэлектрика. Об этом будем говорить несколько позже, но тем не менее сейчас мы об этом тоже должны иметь представление. Далее. Здесь мы просто-напросто раскрываем векторное произведение, получаем, что у нас будет здесь по модулю. История обычная. Не будем, в общем-то, здесь особо заострять внимание. Далее. То, что я с вами уже обсуждала. Что такое диэлектрики? Диэлектриками называют вещества, которые при обычных условиях практически не проводят электрический ток. В принципе, как вы понимаете, здесь не есть некоторые такие осторожные слова, практически не проводят. Понятное дело, что в природе нет ничего абсолютного, но тем не менее в некоторых условиях диэлектрики, наверное, будут проводить электрический ток. Но насколько их можно будет в этом состоянии называть диэлектриками, другой вопрос. Итак, сейчас мы будем говорить о том, что все диэлектрики делятся на три в основном типа. Итак, рассмотрим эти три типа диэлектриков. Первый тип диэлектриков – это неполярные диэлектрики. Неполярными называются диэлектрики с симметричным строением, которые в отсутствии внешнего поля имеют нулевой дипольный момент. Как правило, это газы. Как видите, N2, H2, O2 и так далее. Здесь действительно центры тяжести положительного и отрицательного заряда совпадают, в результате чего дипольный момент действительно будет равно нулю, потому что плечо диполе нулевой. Следующий вид диэлектрика – полярные диэлектрики. Полярные диэлектрики – это диэлектрики, молекулы которых вследствие асимметрии имеют ненулевой дипольный момент. И следующий вид диэлектриков – это диэлектрики ионные. Ионные кристаллы представляют собой пространственные решетки с правильным чередованием ионов разных знаков. Здесь на рисунке вы видите стандартную схему молекулы поваренной соли, натрий, хлор. И здесь вы действительно видите чередование ионов разных знаков. Такая вот упоряченная дочинная структура. И данный кристалл – есть яркий представитель ионы диэлектриков. Что происходит, если у нас диэлектрика во внешнем поле помещен? Он поляризуется, то есть приобретает отличный от нуля дипольный момент. Далее. Мы с вами возьмем такое понятие, которое называется поляризацией. Поляризация диэлектрика. Так. Вернемся к этому слайду. Отличный от нуля дипольный момент. То есть здесь у нас диэлектрик. И суммарный дипольный момент представляет собой векторную сумму дипольных моментов всех его молекул. Это суммарный дипольный момент. Дальше мы смотрим понятие поляризации. Поляризация – это процесс, это не величина. Поэтому поляризация диэлектрика называется процесс ориентации диполей при появлении давайте здесь мы вот это слово подчеркнем процесс ориентации диполей при появлении под воздействием электрического поля ориентированных по полю диполей. Этот процесс мы с вами рассмотрим достаточно подробно. Пока что берем только понятие. И далее. Что в соответствии с трех видом диэлектриков мы различаем три вида поляризации.